Да, всем доброе утро, доброе утро всем, да, да, да. И туча, и чали. Он сегодня прям совсем не намусорил. Пойдем на улицу, свободу попугая. Зато тут страх. Так. Упс. Все, все, все. Водичку надо сменить. Погода у нас дождливая. Всю ночь лил дождь. Прям всю ночь я слышала. Классно так спалось под дождем. Правда, нифига не спалось, потому что я почему-то плохо спала эту ночь. Говорю, плохо. Поэтому. Ну, я люблю дождь. Окна мои все заляпал там. Как обычно. Пойду сейчас завтракать. Смотрите, как у меня цветок разрастается вот этот. Да, Чарли, разрастается цветок. И лук. Во, какой длинный у меня лук. В общем, да, мои цветочки. И этот тоже растет. Смотрите, какой растет. В общем, все. Сейчас буду убирать тут. За вот этим поросенком. Чирик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Семь нужны друзья. Чирик-чик-чик-чик-чик-чик. Даже соловьям. Достала рыбку. Вчера на ночь достала. Она нереально вкусная. Здесь у меня лавашик, сыр альмета. И нереально вкусная рыба. Идеальная по соли. Вкусняшка такая. Вот такой вот лавашик я себе сделаю. Потом ее порежу. И покажу, что с ней буду делать. Ну, ничего особенного. Но все равно. Здесь кофейный напиток. Сейчас кокосовое молоко добавлю. И вот такой у меня будет лавашик. Я бы немного обжарила на сковородке. Всем приятного аппетита! Хочу вам рассказать, как сейчас работают. Ну, вот к медикам, например, надо идти. У кого время назначено. Я вам говорила, что муж и вся его семья, они очень... Это... У них аллергия сейчас сильная. Сейчас, кстати, дочка звонила. И тоже жаловалась, что не может не дышать, ничего. И что ей там что-то выписали. В общем, у мужа сегодня было назначено время к врачу. Надо было идти, ну, как обычно, идешь к врачу. Он тебе там обсматривает, выписывает. А сейчас врачи сами обзванивают каждого своего пациента. И делают консульту, консультируют. И консультируют своих пациентов по телефону. То есть он сейчас позвонил, сам врач. И спросил, какие симптомы, какие симптомы. У мужа кашель, но не сухой, а вот аллергический прям. Все? Все? Нельзя гулять, там дождик. Вот. Все симптомы рассказал ему, какие, что. И врач ему выписал. Ну, у нас почти всегда один и тот же врач тебя принимает. Он к тебе подсоединен. И, в общем, уже знает все симптомы. Так как у них, у всех. Почему у них? Потому что у них вся семья аллергичная. Все одно и то же повторяется. И вот он ему выписал какие-то там. Какие-то там порошки. Эти вот в шиколке. В общем, к чему это я? Вот так у нас при... То есть не надо ни в больницу идти. Это вообще запрещено даже. Ну, не то, что запрещено. Но говорят, ни в коем случае нельзя идти ни в какие больницы, ни в медицинские центры. Все делают по телефону или через интернет. Но пока по телефону. Нужно идти опять в аптеку, друзья. Блин. Еще и дождик идет. Но надо сходить. Сейчас я позанимаюсь и пойду. Пробздюсь в дождичек. Я люблю в дождик гулять. Может быть, народу еще меньше. Посмотрим. Да? Все, я тебя почесала. А с тобой нельзя гулять. Так, пошла я заниматься. Готовим хлеб для тостов. Для этого нам понадобится 450 грамм муки, 16 грамм дрожжей или 5 грамм сухих. У меня сырые, скажем так, есть. Поэтому вот так. Молоко. 240 грамм. Миллилитров. Масло сливочное 70 грамм. Сахар 25 грамм. И пол чайной ложки соли. Я буду замешивать в роботе. Поэтому сначала нужно сделать опару. Теплое молоко. Я его немного разогрела в этом, в духовке, в микроволновке. Добавляем дрожжи. Мне так нравится консистенция дрожжей. Они такие классные. Такие прям... С ними хочется играть. У вас нет такого. Вот. И даем постоять 5-10 минут, чтобы дрожжи растворились. Вам не видно, но там уже начинают пузырьки появляться. Вот. И начинаем теперь замешивать тесто. Я выливаю все сюда. Я добавила сюда немного сахара. Вот. Обычно можно вымешивать тесто в обычной, в этой. И начинаем вымешивать тесто. Добавляем чуть-чуть. Не чуть-чуть, а половину муки. Я ставлю на замес. А вы начинаете вымешивать тесто. Я буду делать с маком. У меня есть мак. В Испании Амапула. Семьезды Амапула называются. Вот. Дикси. 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 Это, по-моему, русский магазин. Ироски. В Ироски покупала. Но он есть и в Карифуре. Мак везде. В общем, есть. Не проблема мак найти. Так. Пока замешивается. Я уже переоделась. Пока у меня будет стоять тесто там. Взбухать. Почему в роботе? Мне кажется, он, знаете, когда начинаешь на программу вымешивания, мне кажется, он тесто подогревает. Потому что я пару раз так делала. И будет прям теплая. Вот эта чаша. Она теплая. И там очень быстро хлеб растет. Пухнет. Надувается. В общем, да. Поэтому мне там нравится. Сейчас, когда он уже закончится, замешивать. Добавлю сливочное масло, остальную муку и мак. Все-таки вытащила оттуда, чтобы сделать вот такой шарик. Тесто такое классное, как пластилин. Знаете, не липнет к рукам. Такой классный. Прям вот. Его хочется трогать. Делаю вот такой шар. И оставляю на час отдыхать. Пленкой накрою. Пленочкой накрою. И пускай час подходит. А пока тесто подходит, я успею сходить в аптеку, вернуться и сварить обед. На обед будет рис с вчерашней подливкой. Я тоже ее доработаю немного. Сейчас покажу, как. Хотя сейчас, наверное, вам улицу покажу. Там дождик. Я бы с собой Чарли взяла, но там дождик. Блин. Оксана мыла, мыла окна. А дождь решил, погода решила, что нет, не пойдет так. А я этому и рада. Еще помою. У меня времени, ох, как много. Пойду хлеб свой. У меня там муж решил тортию де патата сделать, картофельную запеканку. Во время обеда, пока я ходила в аптеку, он воспользовался моментом и быстро забежал на мою территорию. Время обеда, он там разрогатился, мы вдвоем там не помещаемся. Я вообще не люблю, когда на кухне кто-то, так кроме меня. Мне не нужна никакая помощь, мне ничего не надо, потому что я, знаете, я очень быстрая. Я вот делаю три вещи одновременно, поэтому я могу с горячей сковородкой повернуться, а там человек. Я могу эту сковородку на голову ему надеть. В данном случае мужу. Поэтому пришла и говорю, ну ты не мог это раньше сделать. У нас целое утро было свободное. Нет, во время обеда он решил что-то сделать. Творчество мужа, тортия. И мой хлеб, он в два раза поднялся. Сейчас я вот так помну. Смотрите, он какой. Помну. И вот у меня есть форма. Я специально покупала для хлеба. Я раньше пекла хлеб сама. Когда еще не работала, когда дома сидела, времени было много. Я и хлеб пекла, и платье шила, в общем, да. Вот. А потом, вот опять время стало. Шить не смогу, потому что материала нет, а вот хлеб можно испечь. В общем, вот так его помять надо и положить в формы еще на часик. тесто надо помять. Я что-то снимала, снимала, нифига ничего не снялось. Помять и положить в форму. И еще на час, чтобы оно там поднималось, доходило. Что получится, не знаю. Первый раз делаю. Если долго мучиться, что-нибудь получится, я так думаю. Накрываем. Пленочкой, полотенчиком, всем на свете. И пускай он у нас поднимается. Вот так. Ням-ням. А тем временем я сварила себе булгур в пакетике. Так как муж будет есть вот это, а я подумала, что я не буду никакой рис готовить. Я смешаю булгур с вчерашней подливкой, если можно ее так назвать. ну и, конечно же, кусочек тортисьи. В общем, вот так вот у нас обед будет. Смотрите, как поднялись хлебушки. Сейчас они отправятся в духовку на 180 грамм, где-то 40-60 минут. Все зависит от вашей духовки. Мне кажется, будут они шикардосными. Чай зеленый с иван-чаем, клюква сушеная, имбирь, клубничка, лимон, ложка меда. И все это заливаем в кипятку в моей супер маленькой кружке. Оставляем минут на 5. ням-ням. Витаминная бомба. И, наверное, эта вот ножка от вот этой. Сюда ее положу, чтобы она не это. Тут целый это, смотрите, мармелад, который в Меркадоне покупал, наверное, уже неделю назад. Фисташки. Вот эти тоже сухофрукты. А сейчас я себе как всегда три финика, ну, как всегда, как вчера, три финика и три инжира. Вместо конфетки, конфетки, бараночки, словно лебеди саночки. Ой, век, кони залетные, слышен звон каблучка, гимназистки румяные, от мороза чуть пьяные. Блин, от дождя одни, от мороза. Ах, где-то мороз. Апрель на улице. Апрель. Апрель? Завтра будет апрель, да? По-моему, завтра будет апрель. А снег где-то метет. Муж сделал еще сегодня. Нут в духовке обжарил. Кстати, в холодильник не поставил. Вот такой. Помыл его, промыл, в духовку поставил, обжарил. Вместо чипсов пойдет. Но он их пересушил. Ну, так хрустеть можно. Так что вот так. Чаепитие. В общем, вот такой хлебушек получился. Он еще горячий, поэтому ему надо остывать. Но я думаю, что мне просто надо его в одну форму класть. Потому что для двоих он такой маловато получилось. А вот для одной формы, мне кажется, он будет... Это я резала так, он еще горячий, поэтому нехорошо отрезался. Вот. Пускай остывает. Хотя бы вам хотела показать и в Инстаграм снять. Но я уже попробовала, очень вкусный. Букетик цветов. Кому вам букетик цветов подарить? Они, видите, уже все сухие. Я вот повломала там кое-какие, чтобы по-новому рос. От ветра, от всего. А этот прям растет и все, и все, и вся. И, по-моему, калы тоже, видите, на это. На... Ну, в общем, вы поняли, что. Сейчас это выброшу. Вроде бы закончился дождь. Так хрен его знает. Сейчас только переоденусь, он опять зарядит. Ой, блин, вот что за погода такая. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Да, Чучи? Водичку ему сменил. Смотрите, как сожрал вот эту. Водичка чистенькая у него. Бежит, бежит, ревневец, ревневец бежит. У нас дискотека. А что, скучать? Лежишь, лежишь, устаешь. Теперь будем плясать. В погоду такую и в карантин только плясать. Да. Да. Мама больна? Миньга? Правда? Сейчас как выбегут все и буду плясать. Время восемь. Все как обычно. Сейчас тоже буду хлопать. Вам сниму немного и похлопаю. АПЛОДИСМЕНТЕЙ АПЛОДИСМЕНТЕЙ Я позанималась. забыла и повязку и полотенце забыла. Поэтому не знаю. 150 потов стекло со мной с меня. И еще прикол-то в чем? Та-дам-дам-дам! Я так спешила на зарядку. Ну, зарядку на спорт, что да. А что, у меня много кроссовок. Могу выбрать. Могу сегодня один такой одеть, такой одеть. Потом переобуюсь, потом другие. А что? Когда я об этом заметила, у меня вот этот более узкий, чем вот этот. Вот. И когда я начала вот там прыгать, думаю, что-то как-то не то. Это уже была середина занятия. посмотрела и охерела, но уже не стала никуда идти. Думаю, как есть. А что теперь? Модная девчонка, может быть, завтра все так будут. Хорошая идея, кстати. Ой, вот так вот у нас все, никого. Я минут сорок позанималась, так прям без перерыва, активно, так вообще. В общем, видно, да, по мне, что у них ухры-мухры. Пойду сейчас в душ схожу. вот, и что еще? Чай, наверное, наведу, чтобы восстановить свой водный баланс. Господи, какие слова выговорить, книжки читать. У меня в мозгу столько слов умных есть, только достать их лень оттуда. Немножко вам расскажу, что у нас тут с этим вирусом творится. Больше, меньше. Я хожу уже с этим, с штативом вот так подальше, да. В общем, ситуация вроде бы улучшается, но там фиг его знает. Мы уже новости, знаете, первые дни мы смотрели новости, прям каждый день захлеб. А сейчас уже настолько привыкли, что уже как бы и че их смотреть постоянно 15 раз в день. В общем, у нас сейчас зараженные, конечно, растут с каждым днем как грибы. Нет, как грибы нет. еще хуже. А где это? А вот. Короче, у нас на сегодняшний день, хотя уже, наверное, больше, это, наверное, до вчерашний день было, 94 417 человек зараженных, 94 тысячи, прикиньте, умерло 8 189. Мне кажется, от гриппа в день в стране 8 тысяч не умирают. Хотя у нас сегодня они за все время, за месяц, за 2 недели. Когда? За сколько? В общем, очень много людей умерло. Но выздоровело тоже почти 20 тысяч людей. 19 259 человек выздоровели. так что, а в нашем регионе это Андалусия. Мы вообще нормально идем. Умерло у нас 248 человек во всей Андалусии. Андалусия, мне кажется, самый большой регион страны, если я так не ошибаюсь. южная часть 248 человек. А вот не написано сколько. В общем, мы в Андалусии идем как бы нормально. У нас не повышение. А в Каталунии, это где Барселона, там они даже превысили число зараженных больше, чем в Мадриде. Сейчас вот самый очаг заражения это Барселона, Каталуния. Каталуния, Каталанцы, которые хотели отсоединиться от нас, от Испании. От Испании. Вот у них сейчас там трындец пришел. Так что вот так. Вот такие вот новости. А больше мы особо ну смотрим утром, конечно, но так, чтобы вдаваться в подробности, там, не знаю. На этой неделе говорит муж, что будет еще какой-то всплеск, но должно все идти на улучшение. Конечно, должно идти на улучшение. А как иначе? Мы уже две недели с лишним сидим на карантине. Я до 14-го числа хочу в общем отпраздновать. Вы знаете, наверное, у нас и у многих людей, когда закончится карантин, это будет праздник. Мне кажется, не только у нас. Во Испании наверное, внесут такой праздник, как вы знаете, когда 9 мая, что ли. Можно и сравнить. В Испании называют это войной. Невидимая война, потому что борются, умирают люди, военные, война с невидимым врагом, который, это еще хуже. В общем, как-то так. Я все еще не могу отдышаться. Такая усталость классная. 8 часов вообще нормально заниматься. Уже не так жарко. Сегодня вообще не жарко. Но хотя бы солнце не светит. Сегодня вообще не было. В общем, в те дни я занималась, солнце светит, на экран, ни хрена ничего не видно, а сегодня прямо зашибись. все. Правда, телефон почти сел. В общем, вот такие дела, друзья. Пишите, как у вас там дела, как в России дела. Я с сестрой разговариваю, вот в Стамбово. Все на карантине сидят. Вот так вот. Дошло. И до России. Я думала, пронесет, а не пронесло. Главное, чтобы все сидели дома и не выходили, и не воспринимали это как обычный грипп, зараза, которая пройдет и вас не коснется. Не дай Бог, чтобы оно вас коснулось. Так что лучше, как говорится, береженого Бог бережет. Посидим, отсидимся, ничего страшного. Чем быстрее и больше будем сидеть дома, тем раньше мы выйдем из этого карантина. Так что всем здоровья, всего самого наилучшего и встретимся с вами завтра. Всем пока-пока!